дорогие друзья добро пожаловать на программу диван вопросов от родителей сегодня у нас гостя не просто необычный гость мы называем ее вита привет привет вита привет расскажи просто чуть о себе вот на эту камеру тебя крупным планом но вообще общую информацию мы будем двигаться с тобой будет по вопросам меня зовут виталий новикова 31 год образование мое вообще медицинская академия может быть это странно звучит на так я музыкант я училась музыкальной школе с четырех лет прям была совсем малявкой пошла учиться на клавишах вот и люблю петь конечно с детства мое служение это прославление вот опережая многие вопросы да прости пожалуйста вот сейчас я продолжаю уже больше 10 лет заниматься прославление супер давай давай чуть поговорим про прославление очень люблю и по-хорошему наверное не понимаю каково быть ты лидер прославим да да я расскажи пожалуйста каково это быть лидером прославление что ты переживаешь какие может быть проблемы или наоборот взлеты что особенного в этом служении вообще стоя на сцене переживать кучу всего на самом деле иногда можно расслабиться в какой-то определенный момент и просто поклоняться богу хвалить его да такое бывает а бывает ты думаешь в залом не так почему все стоят почему ничего не происходит и начинаешь переживать как-то нервничать да все по-разному бывает но я считаю что в такие моменты лучше все отдать богу и не переживать потому что мы на самом деле не знаем что в сердцах у людей может быть они просто поклоняются нам кажется что они все встали как столбы не все нормально богу угодно поклонение в любом случае я всегда себя успокаиваю что главное что мы приходим к нему неважно что мы чувствуем в этот момент он ценит поклонение как жертву сильно как ты поняла что это твое призвание правильно или да это мое призвание да я считать своим призванием как как-то поняла что вот ты должна быть во-первых служителем прославления и это тем более твое призвание как вообще это очень интересная история я готов я с детства музыкант я всегда мне нравилось петь заниматься музыкой но когда я пришла в нашу церковь библейский центр посольства иисуса я была очень подавлена мне будет 21 год я как-то значит была обижена на бога что-то у меня все не так жизни и как-то мне не хотелось его благодарите за что я была действительно обижена и даже был такой момент когда я хотела на проповеди сидеть а прославление пропускать вот серьезно это было это прям специально да как бы это не звучало но я думаю за что мне бога благодарить что-то у меня не складывается что-то людей я любить не могу отношений в семье не очень думаю на проповеди посижу послушаю что бог мне скажет прославление это что-то как-то не по мне и потом у меня был такой переломный момент когда я решила нет если в моей жизни что-то не так наверное дело во мне наверное это не бог виноват и знаешь когда я приняла решение что я бога буду благодарить несмотря ни на что вот реально произошел прорыв мне прям самой легче стало я начала поклоняться хвалить да это было жертва где-то но как раз тот момент я решила что мне пора пойти в служение прославления вот именно в нашей церкви в посольстве иисуса вот такая история вот уже и первый совет он дорогие друзья благодарить и у вас будут большие перемены тогда в этот момент очень мощно но ты сказал ты стала верующей в 7 лет это тогда это так меня привели в церковь бабушка с дедушкой мои дорогие они меня привели тесто ты ребенок ты все воспринимаешь впитываешь как губка тебе все нравится все круто и я доросла в церкви что это было за церковь это была церковь лоза нижегородская но многие на самом деле и знают в том числе и наш епископ павел рындич это была церковь такой среди средний до скажем по численности людей но это моя родная церковь я всегда благодарна им это было вот еще начало такого движения девяносто четвертый год это был то есть только-только протестантское движение в россии начиналось это наверно хорошее время как твое вот это становление в боге она влияла на твой характер на твои взаимоотношения в школе ну про твою юность поговорим что это было за время ну я тоже как и любой подросток наверное чувствовала какие-то трудности в своей жизни но где-то мне не хватало может быть эмоции по отношению к маме да как-то проявлять к ней благодарность почтительность я была раздражительна да я там могла что-то грубить да я я не была идеальной это правда и когда я в подростком возрасте уже начала строить отношения с богом уже осознанно да я чувствую как мой характер меняется делаю какие-то шаги я понимала что даже где-то переламывая себя бог глядя на это он меняет мой характер конкретный например мне было сложно там для мамы что-то сделать но я понимаю когда я принимаю решение и начинаю это делать бог каким-то образом уже потом и желание дает в будущем да то есть на самом деле характер меняется через усилия для меня это было так сильно интересно как ты относишься к тому что ну ты как лидер тебе наверняка нужно быть примером правильно да как это влияет вообще на твою жизнь как это влияло там на окружение там может быть осуждение какой-то ну что но расскажи вообще быть лидером здорово ты все время в тонусе ты знаешь что люди смотрят на тебя тем более если на сцене да ты поешь тебя это стимулирует меня это стимулирует это но я про богу благодарна что меня видно лишний раз тебе там но не хочется косячить потому что ты знаешь что ты за все будешь отвечать и некоторые сложности были конечно потому что расскажи о них я думаю это вот даже в прославлении скажем наверное наверное каждого будут люди которые будут завидовать и как-то относиться не так как бы мне хотел чтобы ко мне относились и у нас было то есть конкретнее да но конечно понятно что без имен у нас была такая история с одной девочек которая служила в прославлении мы служили вместе вроде ничего не замечали и представляешь однажды она подходит ко мне и говорит ведь ты знаешь я тебя не любила то что ты вот так хорошо поешь а я вот не так и выгодит прости меня просто и я хочу строить тобой хорошие отношения и чтоб нас все было хорошо и представляете такое как примирение произошло но ты даже не знала да про это так что я не знала она как-то скрывала это но вот потом она открылась и это классно легко и мы до сих пор у нас вообще прекрасные отношения интересно это ну я сам знаю просто это очень интересный момент когда те говорят что извиняйся перед тем что не любили тебя и ты как бы и плохо себя чувствуешь от того что не любили и хорошо то что сейчас да но эта радость больше на самом деле но это хорошо чуть давай окунемся в ты вообще единственный ребенок семьи до единственная дочка как произошло примирение с богом твоих родителей ну смотри вот я расскажу про бабушку с дедушкой потому что мама у меня ходит другой церковь вот отец он умер 2001 бабушка с дедушкой интересная тоже история бабушка работала на своей работе в сбербанке и там не была молодая девочка и девочка попала в протестантскую церковь и моя бабушка решил что ее нужно спасать и когда она пришла на служение первый раз она сидит слушает проповедь и потом представляешь у нее на неделе начинает происходить вот то что она слышала причина пришла спасать человек и вдруг она слышит как бог к ней обращается это удивительно это просто удивительно ведь апостол павел пишут да что чтобы наша вера утверждалась не на словах человеческой мудрости на силе божий и вот моя бабушка пройдя в церковь она почувствует силу силу слова проповедника до который говорит дух святого и она поняла что она попала в какое-то сверхъестественное место и таким образом она не наташу не стала спасать сама наоборот осталась до в этой церкви и меня также привела дедушка покаялся то есть это было просто так сверхъестественно невероятная история у тебя есть может быть сейчас какие-то примеры ну на которых ты ориентируешься кто тебе вот кто для тебя пример когда я пришла в посольство иисуса я как раз искал для себя примером во первых примером является мой епископ павел рындич конечно я смотрю я смотрю на этого человека ему все время что-то хочется делать это для меня пример потому что но я честно говоря иногда бываю немного такой апатичный то есть мне обязательно нужен человек на которого буду смотреть и вау там ему что-то нужно хочет служить людям я нуждаюсь в таком примере мы все все нуждаемся в друг друг в друге до в церкви потому что мы тело христа и меня вот всегда вдохновлял наш епископ он себя истории жизни рассказывать я прям вижу что он живет тем что он проповедует это вдохновляет кто-то еще может быть или ну конечно из прославления до какие-то команды мировые домаш сейчас назвать вот твоей любимой группы я очень люблю бэфон music честно говоря очень люблю есть композиции под который просто плачут включаю ночью плакать но есть композиция это лонга вот она такая глубокая там это что ну а любви как господь нас любит как мы отвечаем ему и что невозможно даже передать эту благодарность словами я просто реально включаю и начинаю плакать какие у тебя есть откровения последние которые вот ты можешь поделиться нашими зрителями которые может быть перевернули то есть вы знаете в каком смысле сложный вопрос и постоянно самом деле какие-то откровения приходит до до последнее мое откровение удивительно мы на последней домашней группе разбирали историю пророка или и там был такой момент когда он уже убил 400 пророков вала и он сидел там написано что он сел на колени просто голову между колен зажал и ждал дождя ну как бы он знал что да все совершилось уже и три года в израиле не было дождя и сейчас момент когда израиль покаялся и дождь должен прийти и там написано что он сидит и ждет дождя и он отрока своего но видимо слугу да он посылает к морю и говорит и посмотри что там то есть он ожидает дождя и представляете отрок 7 раз бегал вообще какая вера была у вели то есть он был настолько уверен том что сейчас дождь будет он его семь раз посылал вот сколько раз жизни мы также поступаем я просто задумалась и я понимаю что вера она и проявляется в делах когда ты делаешь что-то нелогичное зачем человека посылать если он уже один раз пришел сказал дождя нет и только на седьмой раз он говорит я вижу облако величину в ладонь все такая сила вера невероятная тоже хочу быть таким очень важное откровение до двигайтесь друзья не тем что видимо на тем что не видимо какой самый главный жизненный принцип передали тебе твои родители я расскажу про мою маму да она является для меня примером потому что она всегда проявляет доброту по отношению к людям и и какую-то сострадательность вот я всегда учусь у нее этому она неравнодушна к людям и для меня это тоже важно видеть как пример то есть но мы живем в мире да и мы действительно нужны друг другу и равнодушие она убивает любовь отношения и вообще без любви людей друг другу да нет никакого смысла жить на этой земле вот для меня такой пример какая у тебя мечта ты знаешь я мечтаю о том чтобы проповедовать евангелие не словами своей жизнью что я мечтаю о том чтобы люди встречая меня и знакомясь со мной просто смотрели мне в глаза и спрашивали вот что-то с тобой не так ты какая-то другая вот знаешь все время об этом мечтая к этому стремлюсь где-то не получается да но вот это моя искренне но это происходит здесь пока нет это реальная мечта но ты ее достигнешь если ты мечтаешь что помогает мне вообще мне помогает решение я на был такой момент в жизни когда я именно встретилась с богом все это очень важно встретиться с богом если человек просто пришел в церковь и компанию там просто весело прикольно за музыка хорошая свет те кто понимает ставьте галочки лайки то нет но правда всякое может быть ведь человек может прийти в церковь по разным причинам до разные мотивы могут быть и нормально прийти в церковь с неправильными мотивами но не нормально остаться таким образом на церковь то есть мотивы нужно менять и у меня была действительно в моей жизни встреча с богом и если бы этого не было наверное я бы не была сейчас богом то есть я реально почувствовал его силу его власть то что он действительно управляет моей жизнью управлять всеми обстоятельствами все что происходит она в его руке и когда это поняла да я просто осознала что это мой путь на всю жизнь и мне просто некуда деваться я не хочу без христа дальше расскажи чуть о моменте как произошло ваше прикосновение как как он с тобой взаимодействовал что это было я на самом деле очень хотела рассказать эту историю потому что я считаю что она очень важна для детей и подростков которые выросли в церкви слушайте внимательно да почему это важно потому что родители до верующие не хотят чтобы мой ребенок всегда был в церкви чтобы он служил но это понятно и наверное родители очень переживают до своих детей и я тоже ведь была в церкви с детства и сначала это была вера моих родителей до бабушки с дедушкой просто ходила потому что меня привели но в 17 лет произошел момент когда мне пришлось сделать свой выбор я была в институте у нас началась философия второй курс я поняла что вау я не да такая верующая тут всякие религии куча того всяких учений и идей и знаешь они на меня все просто навалились я думаю как же мне теперь будет то я была такая наивная раньше и не как-то сомнения наполнили меня да и я начала отступать отступать на все сложнее было служить и и для подростка тем более это вообще все очень остро ну любое событие в жизни очень остро воспринимается в том числе и когда вера в бога она угасает я думаю мне надо как-то все обновить до свое понимание бога и я так жила вот пять месяцев и даже в какой-то момент ушла из церкви но немногие об этом знали но да я уходила просто не могла больше обманывать себя и людей и я но при этом я всегда молилась богу господи если ты есть покажи мне хочу знать истину я не хочу верить потому что все верят не хочу верить потому что мои родители верят я хочу свою собственную веру я хочу понять что естественно мне это важно было я очень переживала я плакала я я очень переживала на самом деле это время и и самая страшная мысль которая у меня возникла тогда думаю а вдруг на земле вообще нет истины вдруг вот но все что люди думают они просто сами придумали и это все но это конечно понятно что это был дьявольский обман но мне было очень сложно и я при этом всегда молилась богу что самое интересное говорил господи если ты есть пожалуйста открой мне себя покажи мне но я хочу знать если ты есть и и ты знаешь какой-то момент я по учебе там сижу что-то делаю и меня не получается задачка и я молюсь господи если ты есть помоги мне и раз там как-то тоже звонит подружка бы да ты корень не поставила форму я раз ставлю все получается я понимаю мне бог ответил я уже начинаю воспринимать его как личность понимаешь то есть как бы я я уже строю личные отношения с ним я вижу что он мне отвечает вот и потом я думаю ну хорошо мне ответил бог но как же вот быть христианство ислам там еще куча религий богов да много всяких и я стал спрашивать господь кто ты вот и очень интересно настал такой момент прям через три дня бог не стал показывать такой момент когда у меня просто все начал валиться из рук это было были два дня когда что бы я ни делала меня просто ничего не получалось ни по учебе никак просто вот хоть вообще из дома не выходи и вот в тот момент я поняла что мне противостоит личность да и когда там уже был финал и я просто на занятии там испортила в общем все дело и когда я уже поняла что дальше я не могу я вдруг услышал голос внутри ты знаешь кто я и это был прям момент встречи с богом для меня моё послание состоит в том что просто если ты сомневаешься просто молись господь если ты есть открой мне откройся мне покажи мне кто ты есть да покажи мне свою силу я хочу основывать свою веру не на веру не на вере своих родителей да чтобы я лично встретился с тобой это очень важно спасибо тебе большое за свидетельство спасибо что пришла в нашу программу дорогие друзья если у вас есть ваши свидетельства также присылайте их нам мы будем их зачитывать это очень важно для нас спасибо тебе что ты была у нас я еще раз я даю пятюню и вам дорогие друзья даю пятюню спасибо